Всероссийский день самбо отметили по всей стране представители этого вида спорта. Различные турниры и спортивные праздники прошли во многих городах. Главная цель этих мероприятий – пропаганда самозащиты без оружия. Впрочем, в Прикаме, по большому счету, нужно лишь поддерживать интерес к этому виду спорта. Самбо в нашем регионе на хороших позициях. В Российской Федерации занимается, культивируется 200 видов спорта. Самбо на 14 месте. У нас где-то в области 80 видов спорта. Самбо в лидирующей группе. Ну и я вам должен сказать, людей притягивают, мальчиков и девочек притягивают те виды спорта, где есть специалисты, где нормальная материально-техническая база. В нашем крае все это есть. И специалисты, и материально-техническая база. Да и чемпионы, за которыми тянутся юные спортсмены, тоже имеются в большом количестве. Почетным гостем соревнований стала Ирина Родина, совсем недавно завоевавшая 11-й титул лучшей самбистки на планете. Соревнования такого масштаба проходят во всех городах Российской Федерации. От Калининграда до Владивостока. То есть именно сегодня. И, конечно, очень приятно меня удивить юные спортсмены, которые делают практически каждая схватка заканчивается либо чистой победой, либо болевым. Это очень приятно. То есть это говорит о том, что и техника, и тактика у ребят на достаточно высоком уровне. Любительский хоккей в Перми продолжает активно развиваться. В спорткомплексе «Нефтяник» завершился первый этап недавно созданного кубкового турнира. Подобные состязания уже давно проводятся в крупных городах страны. Теперь к ним подключилась и столица нашего края. Идея соревнований возникла, в общем-то, давно. По примеру столичных городов, это Москвы и Санкт-Петербурга, где проводились тоже соревнования, где участвуют бывшие хоккеисты и просто любители хоккея. Попробовали провести у себя такое же соревнование. Число участников соревнований растет. Если в прошлом сезоне главный трофей оспаривали шесть команд, то в этом чемпионат собрал уже 12 команд. Причем по ходу сезона число коллективов, выступающих в турнире, еще увеличилось. С учетом того, что со второго этапа в нашу лигу добавились еще 4 команды, произошло деление на 2 группы по 8 команд в каждой. Соответственно, в каждой группе играется регулярный чемпионат, где разыгрываются первые три места с вручением победителям медалей и плей-офф с розыгрышем основного кубка. В составах команд немало опытных хоккеистов, в прошлом выступавших за коллективы мастеров. Но в то же время на лед выходит и много любителей. Матчи зачастую заканчиваются с крупным счетом. Но есть и упорные поединки, когда встречаются примерно равные соперники. Очень хороший уровень, потому что очень много собралось игроков бывших, кто раньше выступал за пермские клубы, в основном за Молот запермский. Достаточно хорошие, возрастные игроки уже, но тем не менее мы стараемся поддерживать себя в форме. Очень хороший коллектив «Вид», очень хороший коллектив «Ракета Мотовилиха». То есть очень достойные соперники. Скоро в турнире стартует второй этап. Сильнейший коллектив любительского сезона 2010-2011 определится к началу апреля будущего года. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.